Уральский форум Сегодня с нами в студии двигатель Уральского форума, авторитетнейший представитель отрасли, заместитель начальника ГУБЗИ Банка России Артем Михайлович Сычев Артем Михайлович, здравствуйте Здравствуйте Давайте вместе с вами попробуем разобраться, чем же запомнится 9-й Уральский форум специалистам, ну и конечно всем интересно, чем он запомнится прежде всего лично вам Вот поэтому у меня есть несколько вопросов Прежде всего на Уральском форуме очень часто получают путевки в жизнь важные инициативы для отрасли, такие например как Стандарт Банка России по информационной безопасности, создание Финцерта Какие инициативы были выдвинуты на этом форуме и какое будущее для них видите вы Ну прежде всего в этом году форум прошел под знаком важности повышения квалификации, повышения образовательного уровня специалистов информационной безопасности и важности вопросов повышения осведомленности пользователей о вопросах информационной безопасности Этому на форуме было посвящено аж целых два специализированных заседания и кроме того практически в каждой из секций вопрос образования, вопрос качества того знания которое есть у специалистов информационной безопасности обсуждался практически в каждом докладе Вторая тема которая наверное действительно требует дальнейшего обсуждения и скорее всего получит дальнейшее развитие это важность и необходимость единой стратегии развития информационной безопасности в кредит финансовой сфере вообще Это предложение было выдвинуто в Ассоциации российских банков и в целом оно поддерживается и другими участниками форума Ну и у Центрального банка тоже есть свой определенный взгляд на этот вопрос Третья тема это киберустойчивость и все что с этим связано Тема достаточно широкая, мы только начали ее обсуждать и я думаю что на следующем 10 форуме уже можем перейти к обсуждению практических вопросов того как же достигать этой самой киберустойчивости Артем Михайлович а как вы считаете вот в течение года на последующих конференциях которые будут что из услышанного вот за эти 4 дня будут снова и снова поднимать специалисты какие темы Образование в обязательном порядке безусловно киберустойчивость и еще одна тема которая и на этом форуме то что очень хорошо и плотно обсуждалось это тема аутсорсинга информационной безопасности Причем как услуги и как услуги в основном не только для крупных кредитных организаций а именно для организации среднего и малого уровня Для них безусловно это крайне нужная и важная тема и мы сейчас видим что обсуждение этой темы уже переросло в предложение каких-то конкретных шагов Вот так например эта тема была посвящена отдельная отдельные вечерние дебаты которые с удовольствием хочу отметить что собрали они очень большое количество народу почти 60 человек собрать вечернее время на такое мероприятие по такой теме это действительно показатель актуальности темы А еще на форуме поднималась тема кибертех и финтех вместе или врозь дискуссию которую вела Ольга Скоробогатова на ваш взгляд какие технологии появившиеся за последние несколько лет или вот-вот назревающие станут ключевыми в ближайшее время которые возможно кардинально изменят ИБ ландшафт Ну хочу заметить что эта тема обсуждалась не только на этой секции там она обсуждалась уже более предметно к тому как финансовые технологии будут развиваться А вообще эта тема затрагивалась и в дискуссионной панели которую вел Рустам Харидинов и как раз именно там были определены основные такие базовые направления безусловно это развитие сервисов облачных сервисов или сервисов предоставляемых из облаков Это очень плотно пересекается кстати с темой аутсорсинга и мы считаем это перспектива очень хорошая перспектива Вторая тема это развитие искусственного интеллекта и применение так называемых технологий machine learning для обеспечения безопасности Ну и безусловно тема так называемой удаленной идентификации с применением различных методов в том числе и пиометрии тоже стала такой темой обсуждаемой перспективной Кстати обсуждение темы удаленной идентификации и использования различных вариантов в том числе и пиометрических по времени и по количеству участников это была самая большая секция на этом форуме Артем Михайлович, ну а вообще в принципе если поговорить о форуме в целом какие у вас были ожидания как у одного из главных двигателей этого мероприятия оправдались ли эти ожидания? Ну вы знаете каждый год когда программный комитет приступает к подготовке программы форума всегда возникает опасение что что-то мы где-то можем упустить К середине процесса подготовки программный комитет пришел к удивительному выводу нам пришлось отсекать ряд тем которые действительно актуальны но они физически не вмещались в программу И ожиданием в этом смысле было что обсуждение может не вместиться вот в те рамки и кстати вот эти как раз ожидания то и оправдались То есть дебаты и обсуждения настолько захватили участников что даже вечерние программы А это такая вот фишка именно этого мероприятия они затягивались далеко за 10 часов вечера Можно сказать что с 10 до 10 весь состав форума активно принимал участие Что еще я ожидал от этого? Да нас действительно волнует тема образования И открытием для меня было что это не просто было обсуждение А эта тема настолько оказалась актуальной что сейчас уже есть определенные представления в какую сторону менять вот те самые рекомендации в области стандартизации Про которые мы говорили на форуме Ну и третий такой вот тонкий момент Мы именно к проведению форума приурочили публикацию отчета Банка России по отчетной 203 форме С описанием тех показателей которые мы видим по отчетности по охищению денежных средств Надо сказать что это вызвало очень такой большой интерес и участников форума и пресса Ну и последнее конечно участие в форуме трех заместителей председателей С практически полным спектром вопросов которыми занимается Центральный банк И важности и нужности в этих вопросах информационной безопасности Лишний раз доказывает что действительно мы здесь собираемся нельзя Безусловно, а как вы смотрите в будущее, на следующий год уже наверное заглядываете И что вы там видите, раскроете нам секрет возможно какие новшества планируются на юбилейном 10 форме Ну про новшества пока говорить наверное рано Но для себя основную задачу я вижу в том чтобы удерживать ту высокую планку по контенту и по количеству участников и по качеству докладчиков Которые вот уже там фактически третий год уральский форум выдерживает Редак Михайлович, спасибо вам большое, спасибо пресс-службе Банка России за очень активную работу на Уральском форуме И надеемся встретиться с вами через год Спасибо, до встречи на 10 юбилейном форуме Спасибо Ну на этом все дорогие коллеги Записи докладов, а также другие интересные материалы ищите в скором времени на канале Без ТВ Ну а за новыми впечатлениями и ярким общением с лучшими специалистами отрасли Приезжайте в следующем году на Урал на юбилейный 10 форум информационная безопасность финансовой сферы До новых встреч, пока!